Эти пять вещей ничего не заменят. Я перечислю их в случайном порядке. Начнём с того, что каждому человеку необходимо хорошо и достаточно спать. Большинство ночей по 8 часов. Кому-то достаточно пяти, большинство довольствуется между шестью и восьмью. Подросткам и детям лучше дать поспать столько, сколько они хотят. Интересно, а вот я сова. Мне нравится ложиться позже. Это нормально. Если ты себя хорошо чувствуешь и можешь нормально функционировать, режим сна может меняться с течением времени. Понятно. Ладно. Например, мне нужно семь часов сна. Иногда мне хватает шести. Иногда я сплю все восемь. Если я сплю больше, я чувствую себя вялым. В общем, старайтесь чаще высыпаться. Понятно, что всякое бывает. У всех есть проблемы, не всегда будет получаться. Сон важен. Поэтому старайтесь высыпаться. Если просыпаетесь ночью, постарайтесь помечтать, полежать, отдохнуть или другой способ, который поможет вам уснуть. Итак, сон – это первое. Второй момент. Очень важно двигаться. В идеале нужно двигаться час в день. Нужно как-то шевелиться, что-то делать. Можете кататься на скейтборде, например. А гулять? Прогулки – это минимальные движения с минимальными усилиями. Лучше все же активно двигаться, чтобы увеличивался пульс. Можно кататься на скейтборде несколько часов, но часа силовых упражнений, бега, велосипеда или бразильского джиу-джитсу будет достаточно. А скакалка? Что? Скакалка. Да, она отлично подойдет. Энергетические движения – вот что вам нужно. Увеличьте свой пульс, ускорьте дыхание. Так вы дольше проживете и будете чувствовать себя прекрасно. Причин очень много – здоровье сосудов, мозга и миллион других плюсов. Итак, хорошо спите и двигайтесь каждый день. Пропустите один день в неделю – не страшно, но нужно после него сразу вернуться в колею. Любым способом. Остановились в отеле – все равно. Поотжимайтесь, попрыгайте на месте. Дальше – солнце. Нужно получать солнечный свет в идеале по утрам. Если вы просыпаетесь до того, как встает солнце, включите яркий свет. А потом выйдете погулять, когда выйдет солнце. Кому-то нравится, кому-то нет. Главное – не сгорите и не заработайте рак кожи. Но без солнца никуда. И еще – не смотрите на солнце. Понятно. Вы поймете, если слишком долго будете смотреть, глаза заболят. А перед сном – наоборот. Да, ночью ограничьте яркий свет. Приглушите лампы, можно еще купить дешевые красные лампочки. Забавно, но самые дешевые работают лучше всего. Получается такой приглушенный красный свет. Есть еще терапия красным, но это тема на другой раз. Итак, солнце – это третий момент. Идем к питанию. Мясо, овощи, фрукты, кето, веганство, вегетарианство – все это не важно. Главное, потребляйте 75-80 непереработанных продуктов. Если у вас получается добиться 100%, это очень здорово. Но мы все люди. Жизнь одна. Иногда мороженку себе позволить можно. Кто сможет жить без вкусной пиццы? Это нормально. Никто от вкусностей не превращался еще в морскую пену. Ключевой момент вы поняли. Слушайте себя. Кто-то набирает вес, и ему нужно его сбросить. Кто-то не может набрать вес, и им приходится толстеть. Кто-то не любит рано есть. Я вот не люблю завтракать. Мой первый прием пищи приходится на 10-11 часов дня. Сегодня у меня была запланирована встреча с вами, и я проголодался с утра. Поэтому сегодня я позавтракал. В общем, слушайте свой организм. Итак, мы обсудили сон, движение, солнце, питание. Теперь общение с людьми. Взаимодействие с обществом. Старайтесь общаться с людьми. Можно онлайн, можно встретиться. Общайтесь с друзьями, с семьей, столько, сколько нужно. Хочу отметить одну вещь. Помните, я не психолог. Как бы по-дедовски это не звучало, хотя мне 47 лет. Я доволен всем, так что могу это сказать. Я думаю, что общение с людьми помогает нам полюбить себя и найти единомышленников. И, конечно, нажить себе врагов. Куда ж без этого. Например, есть такие люди, которых можно полюбить только тогда, когда вы с ними не общаетесь. С некоторыми вам приходится контактировать. Вам некомфортно из-за этого. Поэтому лучше свести общение к минимуму. Других людей вы можете обожать. Старайтесь проводить с ними как можно больше времени. Серьезно, гуляйте с друзьями, с семьей, любимыми, с вашими детьми. Если вы любите этих людей, проводите с ними больше времени. Но не жертвуйте своей работой и здоровьем. Среди нас есть интроверты и экстраверты. Это нормально. Общайтесь только, сколько надо. Еще один момент, который мы упустили. Вода. Пейте достаточно воды. Убедитесь, что получаете достаточно электролитов. Это важно. Все эти моменты нужно учесть. Я бы их даже отдельно выписал. Рекомендую их записать где-то, чтобы обращать на них внимание каждый день. Когда я что-то упускаю, это значит, что отклоняюсь к чему-то необязательному. Да, очень приятно принять холодный душ или ледяную ванну. Но если вы не относитесь серьезно к основе питания, то вы делаете все впустую. Эти пять вещей – это ваша основа. Они придадут вам сил. Я вам гарантирую, если вы будете внимательно относиться к этим пяти вещам каждый день, у вас не будет шанса оступиться. Это просто невозможно. Ваше психологическое и физиологическое состояние улучшится. Невозможно, чтобы этого не произошло. Проблема в том, что люди начинают думать, что это магически решит все проблемы. Это не всегда работает. Иногда начинается страшная депрессия или психотический эпизод. Иногда люди страдают от какой-то травмы. В таких случаях нужно обратиться за дополнительной помощью. Но я думаю, что успех таких людей, как Дэвид Гогенс, которого мне посчастливилось встретить, и который действительно очень крут, как я и говорю, заключается в том, что однажды он смог взять себя в руки. Он страдал от ожирения, ненавидел свою работу, ненавидел себя. Вместо того, чтобы привести свою жизнь в порядок, а потом приняться за себя и свое здоровье, он в первую очередь занялся собой. Он начал бегать очень много. Дэвид позаботился о себе, чтобы потом смочь сделать больше. Люди обычно делают наоборот. Но когда жизнь идет не так, как надо, нужно в первую очередь взять себя в руки. Это легко сделать. Мы делаем это каждый день. Это бесплатно. Придумано уже давно. Я просто напоминаю вам. Пожалуй, лучший совет на сегодняшний день – разберитесь в крипте. Bizon Crypto – телеграм-канал, где простым языком рассказывают, как заработать на криптовалюте, обучающие посты, разбор перспективных проектов и много другого полезного контента. Подписывайтесь и забирайте гайд для старта в крипте. Ссылка в описании.